Всем привет, с вами Юля, я создатель бренда Julia F и в сегодняшнем видео я бы хотела углубиться в тему психологии одежды, анализируя образы героев легендарной серии фильмов о Гарри Поттере, на которой многие выросли и я в том числе. Никому уже не секрет, что многие образы с экранов не совпадают с теми, что были описаны в книгах. Хорошо это или плохо, у каждого свое мнение над отсчет. Однако над книжным представлением трудилась талантливая писательница, которая очень профессионально всего лишь через текст может донести до читателя то или иное настроение. Тогда как в фильмах за наряды отвечали отдельные специалисты. Они разрабатывали образы героев, безусловно, отталкиваясь от оригинала, а также использовали визуальные триггеры, которые сложат у зрителя определенные отношения героев в кадре на подсознательном уровне через цвета, фасоны и стиль в одежде. Сама история о Гарри Поттере подростковая, а действия разворачиваются в средневековых интерьерах. Но у зрителя ни в коем случае не складывается впечатление о том, что в кадре слишком все надумано и актеры будто бы ряженые. Наоборот, экранизация выглядит очень органично, будто все так и должно быть. В этом и есть успех Поттеряна, я считаю. Органичность. Кинофраншизу в 8 серий снимало 4 режиссера. Первые две картины Крис Коламбус, Узника с Кабана Альфонса Куаррен, Кубок огня Майк Ньюэлл, а оставшиеся 4 Дэвид Йейтс. Коламбус был идеальным кандидатом для запуска франшизы. Его фильмы можно считать слишком детскими, недостаточно изощренными, но все же именно его называют главным режиссером Поттерианы. Иногда на фильмы Коламбуса смотрят сверху вниз, как на самые наивные, схематичные детские во всей Поттериане, сравнивая с более реалистичными, психологическими и политическими Поттерами его преемников. Но первые книги Поттерианы именно такие. В них Гарри Поттер только избавился от вредных дядюшки и тетушки, получил билет в чудесный новый мир и еще не знает, что впереди смерти близких, война и антиутопия. Коламбус, известный как автор оптимистичных фильмов, в Поттере достиг этого ощущения работой с колористикой и светом. В картине почти всегда ясная погода и жизнерадостные праздничные золотистые цвета. С каждой новой частью кадр становился все темнее и темнее. В принципе, это откликалось с мыслью о том, что наступают темные времена. Визуальной составляющей важную роль сыграли не только режиссеры, но и художники по костюмам. Так, например, костюмер философского камня Джудяна Маковский создала достаточно классические образы. В самой книге есть клише волшебного мира. Зелья, волшебные палочки, заклинания, мантии, совы. В работе над костюмами игнорировать такое было нельзя. Поэтому Дамблдор, например, выглядит как классический средневековый мак-алхимик с белоснежной бородой и в одежде с вышивками. Мак Гонагал тоже оправдывает наше ожидание. Выглядит, как мы себе представляем ведьму, но уже 19-20 века. Остроконечная шляпа, изурудное платье и мантия в пол. Дамблдор и Мак Гонагал одни из первых волшебных героев, которых видит весь мир с экранов. И такие ожидаемые костюмные решения, на мой взгляд, подобраны очень удачно. Линди Хэмминг, художница по костюмам тайной комнаты, во многом следовала за предыдущим костюмером, и большинство элементов нарядов сохранились. С приходом Дженни Тэмин в третью часть Патрианной «Узника с Кабана» стиль многих героев разительно поменялся, и благодаря этому у наших любимчиков появился тот самый характер, тот визуальный код, который мы, зрители, считываем при просмотре и глубже проникаемся судьбами героев. Ну что, я постаралась галопом по Европам рассказать какие-то ключевые, важные, интересные факты о визуальной составляющей фильмов о Гарри Поттере, а теперь попробую составить психологический портрет отдельных личностей, основываясь на их аутфитах. Насколько хорошо или плохо у меня получилось судить вам, свои мысли пишите в комментариях. Дамблдор. И начну или продолжу, как вам будет угодно, обсуждение образа Дамблдора. В первых двух частях директор школы Хогвартс выглядел более сказочно, как мудрый старый дедушка, дарящий деткам волшебство, словно Санта-Клаус. Ричард Харрис идеально справился со своей задачей, и его внешний вид был очень близок к книжной версии. После ухода актера новым Дамблдором стал Майкл Гэмбан, и внешний вид поменялся кардинально. Возможно, это связано с приходом Дэмим, как нового художника по костюмам. А возможно, смена образа была вынужденной мерой, так как в киноиндустрии считается дурным тоном использовать атрибуты ушедших из мира актеров. Посему добрые и волшебные цвета, а также многослойность сменяются скромной одеждой серого цвета. Серый – цвет хладнокровия, дипломатии и интеллекта. Собственно, таким новым Дамблдором мы, зрители, и начинаем его видеть. В седьмой части саги светлый образ Дамблдора рушится из-за новых подробностей его жизни. Зрители задаются вопросом, а точно ли мы знаем его? Из светло-серого костюма в каждой последующей части он тускнел и стремился к более изношенному и потрепанному виду. В финале истории, когда Снейп делится своими воспоминаниями, мы узнаем, что все это время великий волшебник манипулировал Гарри, дабы тот в нужный момент стал именно тем, кто победит Валдеморта. И то, как он был готов использовать Поттера для достижения высшего блага, показывает, что Дамблдор часто воспринимал других людей как пешек в своей игре. И визуальный образ серого кардинала завершен. Золотопуст Локонс. Яркий и ослепительный персонаж, появившийся во второй части Тайная комната. Вечно улыбающийся, веселый, с идеально завитыми локонами золотистого цвета. Художница по костюмам приложила немало усилий для создания внешнего облика тщеславного Локонса. Не забыла ни одной детали, от шикарных костюмов до грима, в том числе ослепительных искусственных зубов. Одевался золотопуст в основном в мантии ярких цветов. Голубые, желтые, почти золотые. Голубой оттенок в одежде, как правило, умиротворяет, создает ощущение спокойствия, защищенности и легкости. Желтый цвет вызывает радость, он побуждает следовать за человеком, впитывать его оптимизм. Золотой оттенок в психологии говорит о том, что человек хочет выделиться, поставить себя выше других, подчеркивая свою избранность. Золотая медаль – это важнейшая награда всех чемпионов. А Локонс же у нас самый-самый. Парики Локонса намеренно сделаны непохожими на натуральные волосы, ведь профессор действительно носит парики. И это видно в сцене, когда Гарри и Рон застают сбегающего преподавателя по защите темных искусств. Тот самый момент, когда он точно может помочь и вживую продемонстрировать свое мастерство. Это говорит о том, что Локонс врал не только о своих подвигах, даже его внешность, и то фальшивка. Золотопуст Локонс, пожалуй, самый эгоцентричный и, возможно, самый некомпетентный профессор из всех. В романах он был описан очень конкретно, склоняясь к яркому стилю, который привлекал внимание, а он его так отчаянно жаждал. Но в фильме он все же выглядел совсем не так. Его никогда не показывали в тех ярких цветах, которых мы ожидали. И это было сделано намеренно. Согласно закулисной информации, команда была обеспокоена тем, что более яркие цвета испортят игру персонажа. Поэтому, когда это было возможно, они использовали более приглушенные тона. Северус Снейп. Возможно, самый неоднозначный персонаж Патерианы. С первого взгляда и до конца всей истории мы воспринимаем его как злодея. На это безусловное влияние оказывает его безэмоциональность, издевки над студентами, в частности над Гарри, закрытость и нелюдимость. Черный – цвет силы, тьмы, тайны и горя. А ровные четкие линии ассоциируются с серьезностью и деловитостью. От таких людей мы ожидаем дисциплинированности и сдержанности. С человеком, одетым в такие формы, будет сложно заговорить, от него веет несговорчивостью. Слишком аккуратно одетые люди очень пугают. Недаром самых масштабных злодеев киноиндустрии показывают нам в таких вот правильных, безоговорочно-безупречных образах. Почему нам так кажется? Потому что аккуратность и педантичность указывают на стрессоустойчивость, собранность, уверенность. Далеко ходить не буду. К такому приему прибегали и в Патериане, когда Гарри в своих снах видел Волдеморта в идеальном костюме безупречного черного цвета. А после нам показывали Драко Малфо, чуть ли не в таком же костюме, намекая, что юноша перешел на сторону тьмы. Вернемся к профессору Снэйпу. Он должен нас пугать, быть холодным, закрытым. Чтобы отобразить все это, был выбран английский костюм второй половины 19 века. Черный сюртук, застегнутый на все пуговицы, рубашка с высоким стоячим воротником и галстук. Крамот, брюки, слоновые ноги, расклешенные от середины крыс, сразу же переходящие в ботинки. Так выглядят герои в английских готических романах. Для усиления драматичности образа Снэйп носит шелковую развивающуюся мантию. Алан Рикман на протяжении всего съемочного процесса не менял костюм, только его размер. По словам Дженни Тэмим, он был идеальным. Когда что-то идеально, вы не можете это изменить. Долорес Амбридж. Самая лютая злодейка, на мой взгляд. Как в фильме, так и в жизни волк в овечьей шкуре всегда выглядит подло. Розовый – цвет добра, деликатности, нежности, наивности, иронии. Мягкие формы в одежде программируют нас на то, что мы видим мягкого, добродушного, открытого, соболезнущего и заботливого человека. Для того, чтобы закрепить розовый цвет за Амбридж, культовый цвет волос Тонгс в фильме меняют из розового, как это было в книге, на яркий, фиолетовый. И пусть такой ход поклонники печатных изданий не хотят принимать, в киноверсии розовый цвет укоренился и закрепился как злодейский, не имея никакого отношения к намеку на доброту. И это решение, на мой субъективный взгляд, я считаю успешным. Психологически нас будет триггерить на неприязнь при упоминании розового цвета в контексте Гарри Поттера. Почему? Потому что чем больше мы начинаем вникать в контраст между мягким и пушистым внешним видом Долорес Амбридж и ее действиями, тем больше и сильнее она нас раздражает. Рим даже призналась, что никогда не использовала столько махера из шерсти и кролика, чтобы сделать образ мерзкого чиновника министерства, ставшего верховным инквизитором Хогвартса, максимально мягким. А самое внимательное обратили внимание и на оттенок розового, который заметно меняется с ходом событий. Так Тимим хотела показать растущую власть Амбридж, меняя костюм из бледно-розового на более сложные его оттенки. Волдеморт После Амбридж Волдеморт уже не выглядит столь устрашающе, в том смысле, что мы без прикрас сразу видим, он злодей. Костюм Волдеморта почти не менялся на протяжении всех частей. Он должен был подчеркивать бестелесность темного лорда. И поэтому для актера была сконструирована мантия из семи видов шелка разной плотности и тяжести, чтобы она развивалась на ветру. Кстати, мантия не совсем черная, это было бы слишком просто. Она с зеленым оттенком, как дань связи со Слизерином. Зеленый – цвет мира, плодородия, радости. Но в волшебном мире зеленый часто ассоциируется со злом. Вспомните, например, традиционное изображение зелья, сваренного коварной ведьмой. Даже Малефисента, как в старом мультике «Спящая красавица», так и в недавнем его переосмыслении, предстает перед зрителями обрамленное языками зеленого пламени. А почему мантия была сделана именно из семи видов шелка? Это связано с количеством крестражей. Их было семь. По мере их уничтожения в шестом, седьмом и восьмом фильмах Валдемор теряет силу, а костюм выцветает мантию, отбеливали частями и постепенно согласовано развитию сюжета. Когда Дамблдор навещает молодого Тома Редла в фильме «Гарри Поттер и принц полукровка», у Тома на подоконнике лежат семь камней. В этой же части мы можем видеть, что Гарри играет в квиддич под номером семь. Это может быть отсылкой к тому, что Гарри не есть тот самый седьмой крестраж. Однако художница по костюмам отметила, что выбор именно этой цифры для спортивной формы – отсылка к Дэвиду Бекхэму, который в свое время играл под этим номером. На этом сегодня я завершаю свой обзор на образы героев Поттерианы. У меня получилась своеобразная пятерка персонажей. Безусловно, есть еще кого обсудить, и мы обсудим, если вам понравился подобный формат. Пишите об этом в комментариях, а также предлагайте своих любимых героев для следующего обзора и анализа. Всем прекрасного настроения и пока-пока! Следующая серия. Невероятный скандал вокруг платья Флёр де Лакур еще до выхода фильма в прокат. Пилатриса Лэй Стрэндж и ее черная лохмотья – это потрепанность жизнью или дань моде? Симпатичная и миловидная Рита Скиттер, ну почему она все равно так раздражает? Патрианский Дэнди Люциус Малфой, а также лесничий Хогвартса Хагрид.